Псалом девяностый Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение — истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизиться. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, Ибо ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, Потому что он познал имя мое, Воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби избавлю его и прославлю его, Долготою дней насыщу его, И явлю ему спасение мое. Псалом девяносто первый Псалом Песнь на день субботний Благо есть славить Господа И петь имени твоему Всевышний, Возвещать утром милость твою И истину твою в ночи На десятиструнном и псалтыре С песнью на гуслях Ибо ты возвеселил меня, Господи, творением твоим Я восхищаюсь делами рук твоих Как велики дела твои, Господи! Дивно глубоки помышления твои Человек несмысленный не знает И невежда не разумеет того Тогда как нечестивые возникают, как трава И делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки Ты, Господи, высок вовеки Ибо вот враги твои, Господи, Вот враги твои гибнут И рассыпаются все делающие беззаконие А мой рог ты возносишь, как рог единорога И я умощен свежим елеем И око мое смотрит на врагов моих И уши мои слышат о восстающих на меня злодеях Праведник цветет, как пальма Возвышается, подобно кедру наливания Насажденные в доме Господнем Они цветут во дворах Бога нашего Они и в старости плодовиты, сочны и свежи Чтобы возвещать, что праведен Господь Твердыня моя и нет неправды в нем Псалом 92 Господь царствует Он облечен величием Облечен Господь могуществом И припоясан Потому вселенная тверда Не подвигнется Престол твой утвержден исконей Ты от века Возвышают реки Господи Возвышают реки голос свой Возвышают реки волны свои Но пачи шума вод многих Сильных волн морских Силен в вышних Господь Откровения Твои Несомненно верны Дому Твоему, Господи Принадлежит святость На долгие дни Псалом 93 Боже от мщений, Господи Боже от мщений, яви себя Восстань, судья земли Воздай возмездие гордым Доколе, Господи, нечестивые Доколе нечестивые Торжествовать будут Они изрыгают дерзкие речи Величаются все делающие беззаконие Попирают народ Твой, Господи Угнетают наследие Твое Вдову и пришельца убивают И сирот умерщвляют И говорят Не увидит Господь И не узнает Бог Иаковлев Образумьтесь, бессмысленные люди Когда вы будете умны невежды Насадивший ухо Не услышит ли И образовавший глаз Не увидит ли Вразумляющий народы Неужели не обличит Тот, кто учит человека Разумению Господь знает мысли человеческие Что они суетны Блажен человек, которого Вразумляешь Ты, Господи И наставляешь законом Твоим Чтобы дать ему покой В бедственные дни Доколе нечестивому Выроется яма Ибо не отринет Господь Народа своего И не оставит наследие своего Ибо суд возвратится к правде И за ним последуют Все правые сердца Кто восстанет за меня Против злодеев Кто станет за меня Против делающих беззаконие Если бы не Господь Был мне помощником Вскоре вселилась бы душа моя В страну молчания Когда я говорил Колеблется нога моя Милость Твоя, Господи Поддерживала меня При умножении скорбей моих В сердце моем Утешения Твои Услаждают душу мою Станет ли близ тебя Седалище губителей Умышляющих насилие Вопреки закону Толпою устремляются они На душу праведника И осуждают кровь неповинную Но Господь Защита моя И Бог мой Твердыня убежища моего И обратит на них беззаконие их И злодейством их Истребит их Истребит их Господь Бог наш Псалом 94 Бредите Воспоем Господу Воскликнем Твердыня спасения Нашего Предстанем лицу Его Со словословием В песнях Воскликнем Ему Ибо Господь Есть Бог Великий И Царь Великий Над всеми богами В Его руке Глубины земли И вершины гор Его же Его море И Он создал Его И сушу Образовали руки Его Придите Поклонимся И припадем Преклоним колено Пред лицом Господа Творца нашего Ибо Он есть Бог наш И мы народ Паства Его И овцы Руки Его О, если бы вы Ныне Послушали Глаза Его Не ожесточите Сердце Вашего Как в Мериве Как в день Искушения В пустыне Где Искушали Меня Отцы Ваши Испытывали Меня И видели Дело Мое Сорок лет Я был Раздражаем Родом Сим И сказал Это народ Заблуждающийся Сердцем Они Не познали Путей Моих И потому Я поклялся Во гневе Моем Что Они Не Войдут В покой Мой Псалом Девяносто Пятый Воспойте Господу Песнь Новую Воспойте Господу Вся Земля Пойте Господу Благословляйте Имя Его Благовествуйте Со дня На день Спасение Его Возвещайте В народах Славу Его Во всех Племенах Чудеса Его Ибо Велик Господь И Достохвален Страшен Он Паче Всех Богов Ибо Все Боги Народов Идолы А Господь Небеса Сотворил Слава И Величие Пред Лицом Его Сила И Великолепие Восвятилище Его Воздайте Господу Племена Народов Воздайте Господу Славу И Честь Воздайте Господу Славу Имени Его Несите Дары И Идите Во дворы Его Поклонитесь Господу Во благолепии Святыни Трепещи Пред Лицом Его Вся Земля Скажите Славные Пред Лицом Господа Ибо Идет Ибо Идет Судить Землю Он Будет Судить Вселенную По Правде И Народы По Истине Своей Псалом 96 Господь Царствует Да Радуется Земля Да Веселятся Многочисленные Острова Облако И Мрак Окрест Его Правда И Суд Основание Престола Его Пред Ним Идет Огонь И Вокруг Попаляет Врагов Его Молнии Его Освещают Вселенную Земля Видит И Трепещет Горы Как воск Тают От Лица Господа От Лица Господа Всей Земли Небеса Возвещают Правду Его И Все Народы Видят Славу Его Да Постыдятся Все Служащие Истуканом Хвалящиеся Идолами Поклонитесь Пред Ним Все Боги Слышит Сион И Радуется И Веселятся Чери Иудины Ради Судов Твоих Господи Ибо Ты Господи Высок Над Всею Землею Превознесен Над Всеми Богами Любящие Господа Ненавидьте Зло Он Хранит Души Святых Своих Из Руки Нечестивых Избавляет Их Свет Сияет Направедника И Направых Сердцем Веселие Радуйтесь Праведные О Господе И Славьте Память Святыни Его Приветствую вас Уважаемые Слушатели У микрофона Виталий Алиник Руководитель Центра Духовного Просвещения Сегодня 174 день Программы Библия На каждый день Во время Который Мы ставим Цель Прочитать Священные Писания За один Год Отрывок Для чтения На сегодня Книга Псалтирь Главы С 90 По 96 Вы можете Прослушать Эти главы И комментарии К ним На веб-сайте Центра Духовного Просвещения По адресу www.russiancenters.com Тема наших бесед В этом цикле Благая Весть В Библии Для исследования Сегодня Я предлагаю 90-й Псалом Он известен На Руси Как Живые Помощи Это молитва Которую В трудное Кризисное Время В контексте Опасности И угрозы Смерти Зашивали В одежду Для защиты Как талисман Так делали В том числе И те Кто уходил На войну Веря Что обладание Этим листом бумаги С нанесенным Текстом 90-го Псалма Послужит Сохранению Жизни Человека Что говорит Об этом Сам Псалом Кого Защищает Господь Кто Обретает Божью Защиту Вначале Посмотрим На природу Этой защиты Каким образом Господь Охраняет Оберегает Человека Третий Стих 90-го Псалма Не приключится Тебе зло И язва Не приблизится К жилищу Твоему Ибо Ангелам Своим Заповедает О тебе Охранять Тебя На всех Путях Твоих На руках Понесут Тебя Да не Приткнешься О камень Ногою Твоею На Аспида И Василиска Наступишь Попирать Будешь Льва И Дракода И далее Стихи 15-16 Воззовет Ко мне И услышу Его С ним Я в скорби Избавлю Его И Прославлю Его Долготою Дней Насыщу Его И явлю Ему Спасение Мое Божья Защита И охрана Весьма Многообразны Мы находим Здесь Защиту От врагов Сказано Он избавит Тебя От сети Ловца Описывается Те Кто будут Падать Справа И слева Как на поле Битвы Далее Это защита Здоровья Говорится О язве И заразе Которые Не коснутся Человека Обещано Также Эмоциональное Здоровье Не убоишься Ужасов В ночи Еще одно Очень важное Благословение Это Долгота Дней Долготою Дней Насыщу Его Он Насытится Долголетием Явлю Ему Спасение Мое Также Весьма Важный Аспект Божьей Заботы О человеке Особое Внимание Надо Обратить На духовную Сторону Этой защиты Ангелам Своим Заповедает О тебе Охранять Тебя На всех Путях Твоих Речь Идет Не только О физическом Измерении Существовании Человека Но и О духовной Стороне Его Жизни Идет Борьба Между Добром И Злом Между Ангелами Божьими И Ангелами Сатаны И Потому Господь Обещает Свою Сверхъестественную Ангельскую Защиту Человеку Целый ряд Слов Которые Использованы В девяностом Псалме Повторяются И в книге Откровения Тогда Когда Описываются Семь язв Изливающиеся В конце истории Нашей земли Прочитаем В пятнадцатой Главе Книги Откровения Седьмого Стиха И Одно Из Четырех Животных Дало Семи Ангелам Семь Золотых Чаш Наполненных Гневом Бога Живущего Во веки Веков И Наполнился Храм Дымом От Славы Божьей И От Силы Его И Никто Не Мог Войти В Храм Доколе Не Окончились Говоривши Семи Ангелам Идите И Вылейте Семь Чаш Гнева Божия На Землю Пошел Первый Ангел И Вылил Чашу Свою На Землю И Сделались Жестокие И Отвратительные Гнойные Раны На Людях Имеющих Начертание Зверя И Поклоняющихся Образу Его Девяностый Псалом Таким Образом Который Упоминает Возмездие Нечестивым Описывает В том числе И последние События На Земле Говоря О тех Кому Всевышний Пошлет Защиту От Гибельных Язв Изливающихся На Землю Такова Природа Защиты Божьей Описанная В Девяностом Псалме Книги Псалтирь Желаете ли Вы Быть Под Такого Рода Охраной Желаете ли Вы Чтобы Всевышний Оградил Вас Ангелами Своими Во всех Сферах Которые мы Только что Упомянули Что Необходимо Для этого Кого Бог Подобным Образом Защищает Посмотрим На Характеристики Восприемника Этой Защиты Которые Даны Непосредственно В Девяностом Псалме Мы Выстроим Их Логической Последовательности Первое На что Я хочу Обратить Ваше Внимание Это Мировоззрение Человека Которого Господь Защищает Четвертый Стих Девяностого Псалма Говорит Щит И ограждение Истина Его Человека Защищает Божья Истина Очевидно Что истина Не может Защищать Сама По себе Не будучи Частью Жизни Человека Не будучи Принято В жизни Очевидно Что она Должна Стать Основой Мировоззрения Чтобы Принести Пользу Потому Говоря о Мировоззрении Необходимо Удостовериться В том Что человек Мыслит Мир Так Как Мыслит Его Бог Что в Идеологическом Отношении У него С истиной Божьей Нет Расхождений Щит И ограждение Истина Его Истина Божья На эту же Тему Касательно Мировоззрения Человека Говорит 14 стих Защищу Его Потому Что он Познал Имя Мое Имя В священном Писании Означает Характер И Сущность И Свойства Личности Речь идет О Божьем Имени Человек Который Получает Защиту От Господа Познал Имя Божье То есть Познал Характер Божий Познал Божью Сущность Познал Каков Бог Итак Первая Из Рассматриваемых Нами Характеристик Восприемника Божьей Защиты Касается Его Мировоззрения Щит И ограждение Истина Божья Для Человека Он Познал Имя Божье Он Познал Каков Бог Во-вторых Его Выбор Выбор Восприемника Защиты Девятый стих Говорит Всевышнего Избрал Ты Прибежищем Твоим В нашем мире Есть много Видов И способов Защиты Люди Пытаются Обезопасить Себя Совершенно По-разному И вот Псалом Говорит о том Что в отношении Бога Истину Которого Человек Познает И сущность Которого Изучает Необходимо Сделать Выбор Не по наследству Не по традиции Не за компанию А именно Вследствие Личного Осознанного Выбора Устанавливаются Особые Взаимоотношения С Господом Всевышнего Ты Избрал Прибежищем Твоим Далее Я хочу Отметить Слова Которые Произносит Человек Обретающий Защиту От Господа Это его Заявление Это его Утверждение Веры Вот что Записано Во втором Стихе Девяностого Псалма Говорит Господу Прибежище Мое И защита Моя Бог Мой На которого Я Уповаю А в девятом Стихе Сказано Ибо Ты Сказал Господь Упование Мое Очень важно Стихе своей веры и своей надежды. Далее в этом псалме очень важно отметить саму жизнь человека. Первый стих «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». Он живет с Господом. Его жизнь соответствует его мировоззрению, его выбору и его словам. Он не просто думает так, он не просто говорит так, он живет так. Он живет под кровом Всевышнего. Теперь очень важно упомянуть его мотивацию, 14 стих, «за то, что он возлюбил меня, избавлю его». Основой взаимоотношения человека с Господом по Божьему замыслу должна быть любовь к Богу. Он возлюбил меня, и я смогу избавить его. Согласно Священному Писанию и Ветхого, и Нового Завета, именно любовь – это первая наибольшая заповедь. И таковых Господь хранит и спасает. И, наконец, последняя в нашем исследовании характеристика того, кто получает от Господа защиту, это его молитва. 15 стих «Воззовет ко мне, и я услышу его». Он обращается к Господу, просит его о помощи, и Господь эту помощь посылает. Сегодня мы сделали краткий обзор 90-го псалма, псалма, который получил название «Живые помощи». Помощь от Всевышнего не обретается магически благодаря факту владения текстом 90-го псалма. Или даже знание его наизусть. Необходима живая, действенная связь с Богом, которая пронизывает мировоззрение человека, определяет его выбор, его слова, его жизнь, которая основана на любви к Богу и которая проявляется в молитве ко Всевышнему. Бог готов явить свою сверхъестественную силу. Он ждет, когда с ним вступят во взаимоотношения. И именно к этому я призываю вас сегодня. Установите взаимоотношения с Господом. Если они уже установлены, углубляйте их ежедневно. И вы будете также восприемником Божьей защиты.